Наша прогулка одесскими двориками продолжается. И пусть сегодня пасмурная погода и немного дождик, это не помешает нам насладиться арт-двориками Одессы. Зайдя в арку посетителям дворика номер 12 на Мало-Арнаутской, открывается вид на Воронцовский дворец и колоннаду. Чуть дальше виднеется одесский маяк. Глядя на пейзажи этого двора, переносишься в иной мир, где все сказочно и легко. Вон, например, на балконе стоит, скучает девушка, а рядом с ней сидит и моется черный пушистый кот. Несмотря на то, что улица расположена неподалеку от суетливого и активного центра, дворики здесь достаточно спокойные и малошумные. Изредка можно услышать, как поют коты, а вот туристы здесь нечастые гости, ведь территории закрыты. Такое решение жильцов отчасти понятно. Они не хотят, чтобы их старания разрушали вандалы. И пускай этот дворик очень маленький, это не сделало его менее уютным и привлекательным. Открытые одесские дворы – это характер и суть самой Одессы. Там продолжается личное пространство его жильцов. На центральных городских улицах каждый дворик имеет своих личных героев и историю. Каждый желающий может окунуться в атмосферу 19 века, при этом не ходив в исторический музей. Для этого достаточно посетить дворик на Жуковского, 22. Здесь вы сможете встретить роскошных одесситок в бальных платьях. Кроме типичных одесситок из местного фольклора, на стенах этого дома можно встретить Пушкина, Ахматову, Чехова и даже Стапа Бендера. Как отмечают жители, выйти из дома и увидеть искусство, а не обшарпанные стены гораздо приятней. Удивительные архитектурные детали замечаешь только тогда, когда обращаешь на них внимание. Ведь как часто мы гуляем и смотрим себе под ноги, не замечая красоту нашего города.